Как только группа Рено покинула российский рынок, заодно передав АвтоВАЗ государству, сразу возник вопрос, а может ли Волжский автозавод выпускать Логаны, Сандеро и Дастеры? Также оставалось не вполне понятным, разрешено ли вазовцам применить платформу Global Access для следующих поколений Нивы и Гранты. По обоим пунктам приходили противоречивые сведения, но теперь чёткий ответ дал новый глава АвтоВАЗа Максим Соколов. У нас есть лицензии по соглашению на производство этих автомобилей, даже на новой платформе, так же как и Рено Дастер. Но мы тут внимательно взвешиваем все риски. В том числе риски возможной недопоставки необходимых компонентов для производства этих автомобилей. Перенос производственных мощностей стоит достаточно дорого и потребует серьёзных временных ресурсов. В этом заявлении, которое господин Соколов сделал агентству Реоновости, есть главный ответ. Да, АвтоВАЗ может выпускать автомобили и применять платформы, но пока не хочет этого делать. Так что широко обсуждаемый перенос Дастера на тольяттинский конвейер откладывается. Притом на неопределённый срок. Возможно, второе поколение французского кроссовера вообще никогда не доедет до Тольятти. Парадоксальным образом, это хорошая новость. Ведь какой смысл осваивать немолодую машину, если скоро смена генераций? Следующий, третий Дастер ожидается в Европе в 2024 году, а к нему технически привязана и новая «Лада Нива». Жертвовать перспективными новинками ради продления жизни нынешнему Дастеру на вазовском конвейере – решение, очевидно, невыгодное в долгосрочной перспективе. Утро 16 июня выдалось нервным для дилеров марки «Лада». Ведь совершенно неожиданно «АвтоВАЗ» переписал цены на упрощённую версию «Гранты». Корректировка оказалась совсем небольшой, но появилось важное уточнение. Покупатель может сэкономить 20 тысяч рублей, если сдаст свой автомобиль по системе трейд-ин. Итак, седан стоит 678, лифтбэк – 698, а универсал – 705 тысяч рублей. Это примерно на 50 тысяч дешевле, чем самое простое до селеисполнение стандарт и на 80-83 тысячи доступнее модификации классик прошлогоднего образца. Единственная опция – 15-дюймовые легкосплавные колёса. А вот кондиционер заказать вообще нельзя. И это самый большой минус новой комплектации. Зато добавлены электропривод-зеркал, 4 динамика аудиосистемы и окрашенные молдинги дверей. Прежде всё это полагалось старшим исполнением.